Всем привет! С вами канал Мороз Лайф и, ребят, мы в Украине. А всё потому, что мы получили визу по воссоединению семьи с нашим ребёнком. Ура! В сегодняшнем выпуске хочу рассказать о нашем маленьком приключении, как это всё реально было. Хочу поделиться этими эмоциями, потому что реально очень много произошло за эти последние дни, за эту последнюю неделю. И прежде чем начну, хочу, чтобы вы поддержали наш канал, поддержали наше это видео, поставили лайк те люди, которые реально рады за нас и написали какой-нибудь комментарий под видео, чтобы я вас мог лично поблагодарить за эту поддержку, помощь, за развитие канала, за то, что вы с нами. Вот, поэтому, ребята, давайте 3, 2, 1, ставим лайк, подписываемся на канал, кто этого ещё не сделал, и пишем какой-нибудь комментарий под этим видео. Пожелания, плюсик, минусик, что хотите, короче, ставьте, пишите, это реально поддержит наш канал. Ну и я вам скажу отдельное спасибо. Всё началось с того, что у нас была пятница, последний рабочий день перед отпуском. И тут приходится общение, что шановный заявнику, вам пришла виза, пожалуйста, приезжайте, когда вам удобно, получайте визу. Я не знаю, я был на таких радостях, просто разбудил Алину, говорю, вставай, смотри, у нас смс пришла вообще в шок, что делать, за что хвататься, билеты, где, как. Короче, реально, я расписал по всем дням, это всё реально в таком ковардаке было. Так вот, первое, что у нас, мы получили смс, сразу попросыпались, давай быстро шевелиться, потому что ещё на работу идти. Первое, что я начал, это сразу мониторить страховку, то есть какую страховку нам нужно купить. Ну, я уже, в принципе, знал, какая страховка нам нужна, потому что предварительно ещё пообщался с врачами, с чешскими, которые нас будут брать, и, соответственно, узнал, на какой страховке они работают. В основном это ВЗП, ПВЗП, то есть коммерческая страховка, то есть одна из самых дорогих страховок в нашем городе. Вот, я давай мониторить ценовую политику, смотался на ВЗП, сбегал, то есть посмотрел, там есть очень много разных нюансов. Параллельно же Алина в этот момент занималась мониторингом билетов на самолёты, как лучше уехать, как лучше там полететь, потому что побыстрее нужно было это всё порешать. Ну, и ещё параллельно, опять же, я уже общался с нашим супервайзером, то есть с человеком, которым отвечает за отпуска, самым главным, так сказать, на заводе, по нашей линии конкретно, то есть чтобы нам дали дополнительный отпуск, какую-то недельку ещё. Сами понимаете, загрузка очень высокая, то есть отпуска реально там тяжело выбить, вот, но мы там выбили каких-то 3 дня дополнительных, поэтому, чтобы опять же вернуться, приехать ещё сделать тесты, потому что на работу у нас не допустят, там даётся вот после отпуска ещё 3 дня, либо за свой счёт берёте там, либо, ну это в нашем случае опять же, где нужно сделать эти тесты, чтобы потом пойти на работу. Короче, всё это мониторилось, всё это покупалось, бегалось, так сказать, пятница была бешеная, голова кипела, спать вообще не мог ещё 2 дня, вот, ну это не главное. Главное, что уже всё достигнуто, ну а сейчас дальше расскажу, как это всё было. Так вот, промониторив страховочку, определились на ценовой политике, то есть нам нужна была страховка на 6 месяцев, что ценовая политика страховки составляла там порядка, что 10,5 тысяч, я вспомнил, что я делал раньше видео ещё год назад о страховках, и нам там писал как раз страховой брокер, что обращайтесь, пожалуйста, расскажу, я как раз всю эту информацию брал с их сайта. Вот, кто, кстати, не видел это видео, вот посмотрите, вот здесь вот оно выскочит, там можете глянуть, это именно общая информация о том, какое страхование в Чехии, это разделяется, там всё и как сделано. Вот, я набрал его телефон, позвонил, оказался очень приятный молодой человек, Александр, то есть рассказал про все эти моменты, и обязательно изучил важность именно сообщения, потому что там разные сообщения по-разному получают, есть с датой назначают какой-то определённый, у нас было без даты, а именно с дня поездки, а дня поездки конкретно какого-то, или с той, которую я поставил там в визе, или с той, которой мы будем уезжать, короче, разобрались с этими моментами, я реально, ребят, вам его рекомендую, Александр Итвиненко, контакты я оставлю под видео, страховой брокер, он уже с 2008 года, если не ошибаюсь, уже в Чехии, уже имеет гражданство, кстати, он с Харькова, как оказалось, мы потом уже с ним встретились, это опять же будет отдельное видео, там много интересных вещей он рассказал, я вообще даже не знал о каких-то таких моментах, вот, и с ним ещё мы, уже потом в субботу я с ним встречался, и да, сейчас расскажу, то есть я с ним пообщался, он мне сделал хорошую скидочку, в итоге я купил страховку за 7500 крон на полгода, вот, всё разложил по полочкам, то есть вообще без проблем, ну, соответственно, пошли на работу, договорились о отпуске, нам дали наконец-то этих 3 дня, хотя не давали сначала ничего, потому что реально некому работать просто, поэтому мы выбили эти дополнительные 3 дня, чтобы сделать эти тесты хотя бы, и потом уже забрать ребёнка, всё это успеть, и так что у нас неделя плюс 3 дня, то есть, грубо говоря, 10 дней у нас на всё про всё. Суббота, то есть 8.08, я с самого утра еду в Прагу, за страховочкой, то есть еду, встречаюсь с Александром, общаемся с ним, он рассказывает все моменты, нюансы, подводные камни, как это всё делается, как оформляется, с ним мы записали отдельное видео, которое тоже выложу, посмотрите, договорились о сотрудничестве, с нашим каналом, то есть договорились, для наших специальных подписчиков он будет делать специальные предложения, если кому надо, интересно, там он не только работает с ПВЗП, он работает со всеми видами страховок, занимается там консультациями, всеми моментами, то есть всё рассказывает, очень быстро это делается, вообще, если честно, как было, я ему только отправил паспорт, свой паспорт ребёнка, электронную почту, телефон чешский и адрес проживания, где мы живём в Чехии. В течение 20 минут уже договор у меня был на руках, то есть я на руках, именно на электронной почте, я всё это перепроверил, посмотрел, рассказал, какие моменты смотреть, сделал акцент на этом всём, поделились, заплатил деньги, всё, у меня всё на руках. Дальше уже договор отправляют там либо на почту, либо встречаетесь в Праге, там, ну, кто где, как удобно, то есть где живёт, там, в других странах, кто-то тоже отправляется, передаётся, это всё вообще проблем никаких нету. Вот, ну, это всё в отдельном видео, то есть вы посмотрите. После этого Алина же, опять же, параллельно смониторила билеты, потому что мы ещё ничего не купили, мы не знали, как ехать, у нас были бонусы, которые ещё у нас зависели с апреля месяца, которым мы покупали билеты на апрель, на подачу, в итоге всё отменили. То есть мы эти бонусы, там, на самолёты хотели использовать, на автобус, вот, в итоге мы нашли вариант, уже промониторили через Польшу, через Катовице, а потом с Катовицы в Киев. То есть ценовая политика нам обошлась реально в районе двух тысяч гривен на двоих. Да, это, конечно, по времени нам там пришлось ехать в шесть вечера автобус с нашего города, в восемь вечера автобус с Флоренца на Катовице, то есть там с пересадкой. В Катовице мы были в три часа ночи, и уже в семь утра у нас был самолёт с аэропорта на Киев. То есть летели в Киев, такого плана такой был маршрут, потому что если бы мы брали, грубо говоря, там через часа, как там вообще никаких проблем, полетели бы, ну, ценовая политика была бы где-то шесть с половиной, семь тысяч гривен с багажом, то есть такого плана так, мы потратили две тысячи за счёт наших там бонусов каких-то там, что у нас были, вот, ну, экономия приличная, единственное, что по времени. Ну, мы вдвоём летели, так вопросов как бы не было, там были новые знакомства, фотографии, кстати, в Инстаграме выставлял. Кстати, ребят, тоже интересная тема, подписывайтесь в Инстаграм, потому что очень много интересного там происходит, выставляются какие-то истории, выставляются какие-то фотографии, и, кстати, будет ещё дальше эфиры параллельно, поэтому, кто хочет, пожалуйста, подписываемся, будете в курсе всех событий, так что делимся по максимуму. Ну, и мне интересно было через Польшу полететь, потому что много подписчиков там писало, как, что, где-то пропускают, не пропускают, то есть, ну, понятно, что едут в основном автобусами, машинами, вот, я хотел попробовать самолётом, будут ли вопросы, потому что, опять же, там красные зоны и так дальше, то есть на своём опыте посмотреть. Это был первый наш, так сказать, опыт поездки через Польшу, новая локация, новый аэропорт, коронавирус, короче, всё это подряд, это происходило. Вот, приехали мы ночью в Польшу, то есть, добрались до аэропорта, вообще, там, вот, вокзала находится рядом через парк перейти, так, маленький вокзальчик такой автобусный, где останавливаются, в основном все эти автобусы проезжают, вот, и мы там вышли, через дорогу перешли, вокзальчик, там уже стоянка, до аэропорта едет АП-2, запомните, если кто будет через Польшу ехать через Катовице, и билеты сразу же можно купить, там, в автоматах, круглосуточно, это всё работает, ходит, мы заплатили, если не ошибаюсь, или 18, или 24 злотых, сейчас уже не вспомнил, 24 злотых, вроде бы, да, мы заплатили за каждого, чтобы добраться, это вышло за двоих 178 крон, то есть, мы заплатили, мы уже деньги перевели, оно пересчиталось, всё, с карточки оплатили, всё, и приехали в аэропорт. Такси, так, отдельно, стоит где-то от 20 до 40 евро, то есть, разницу вы чувствуете, да, чтобы так сэкономить. Вот, приехали в аэропорт, прошли, там, регистрации, все дела, то есть, полетели, и мы уже в 10 утра, в воскресенье, мы были в Киеве. И, что ж, вы думаете, началось самое интересное, конечно же. Стоит куча погранцов, все молодые пацаны, никого не пропускают, ни иностранцев, ни наших, никого, все на самоизоляцию, все качаем Дию, наконец-то, хоть сделали там Wi-Fi, нормальный, более-менее, то есть, включили Wi-Fi, там, давай всё это качать, говорю, там у нас чешские номера, ну, думаю, сейчас же, может, там сыграть, они, там по барабану, друзья, родители, кого хотите, пишите эти номера, нам это нужно обязательно, чтобы вы показали нам самоизоляцию, то есть, показали, да, Дия, приложение активировано, и так дальше. Вот, говорю, а там, когда закачиваешь, нужно поставить геолокацию, и что, выйти по на месте, ну, естественно, мы не на месте, мы же не в Харькове, мы в Киеве, говорю, так и так, говорю, мы приехали по последней семье, и нам нужно забрать ребёнка, они говорят, нам, без разницы, скачайте приложение, мы скачали приложение, думаю, ладно, поставили телефоны наших родителей, вот, потому что у меня чешский номер украинский хоть и есть, но он был неактивный, вот, поэтому на чешский ставить нельзя, иностранцев там мурыжили с кнопочными телефонами, я не знаю, они там стояли, ты уже видел, как там такой мужчина какой-то стоял с этим кнопочным телефоном, ну, короче, потом, оказывается, достал смартфон, там всё это тоже хитрые такие иностранцы, вот, и, короче, сделали эту дию, закачали, показали, и мы не пропустили. Дальше идём же, проходим паспортный контроль, и она, говорит, записывает адрес проживания, то есть ваша прописка, там, либо где вы будете проходить самоизоляцию, вот, и номер телефона. Я же говорю, так и так, мы не будем, говорю, в нашем адресе ещё минимум 48 часов. Говорит, там, без разницы, можете, типа, когда удобно, там, 48 часов максимум, типа, даётся, чтобы приехать, добраться до самоизоляции с вашей, то есть, где вы будете проходить, либо тест делаете, там, либо находитесь дома. Если вы там не будете находиться, то, там, может быть, приехать полиция, и могут быть проблемы какие-то. Ну, это, опять же, я почитал тоже форумы, там, Алина тоже почитала форумы, да, там, реально такая шумиха, непонятно, как работает эта идея, эта программа, там, половина сносит, половина не сносит. Фишка в чём? Если делать тест, то нужно делать тест только в тех лабораториях, вот, когда видео я вам выкидывал, как добраться в Чехию, там была информация о лабораториях. Вот именно те лаборатории, список этих лабораторий работает. Вот, не видел видео тоже, кстати, посмотрите вот здесь. Вот, и там сказано именно этот перечень. Мы взяли город Киев и начали мониторить весь перечень всех этих лабораторий, где реально сколько что стоит. Ценовая политика от 950 гривен до 2500 гривен, ну, в зависимости, раскидана по всему Киеву. Начали мы за 950 гривен, нова диагностика называется лаборатория, сделали этот тест, и реально в течение суток нам уже подтвердили, они занесли там все эти данные, мы пообщались с девочками, они говорят, что нужно все правильно занести, главное там буковка в буковку, чтобы потом не было бы проблем. Все мы сделали, все без проблем, думаю, ну, слава богу, тесты на руках, чеки есть, все хорошо. Вот, в итоге вечером нам пришла смска уже, пока мы ждали там поезд, соответственно, на Харьков, уже пришли тесты, нам, что у нас тесты негативные, то есть все окей, ну, думаем, слава богу, будет все зашибись. Перед этим еще мы созвонились, на горячую линию звонили МОЗ и пограничной службы, то есть узнавали по поводу нашей ситуации, что мы будем 48 часов блуждать по Киеву, так сказать, вот, и никто, честно, вразумительного ответа не дал, все переводили стрелки, там, тот, там, пограничная служба на МОЗ, МОЗ, там, на еще какую-то службу, которая отвечает конкретно за всю ДИЮ, там, электронную почту давали, ну, я понимаю, у каждого своя работа, то есть такая вот была ситуация. Ну, а дальше мы уже в понедельник ждали же, когда нам нужно будет забрать эту визу, то есть в клейку, сначала поехали, сдали тест, то есть с самого утра, понедельник, потом уже поехали сдавать, то есть паспорт на вклейку, на РУДу было, там, человек 10-15, там, без очереди, ну, как без очереди, очередь была отдельно на подачу, вот, и после той очереди, там, живая очередь уже была именно на вклейку, то есть не по записи, ничего, то есть единственное, что было сказано, нужно было обязательно распечатать письмо, Потому что без письма не пропускали Маска, перчаточки Все это нужно, чтобы было с вами И погнали Зашли, отдали, там было темно, света не было И они говорят, ну возможно форс-мажор Возможно визу сегодня не получите Думаю, елки-болки, приехали Потому что нету света, вам ее не сделают Ну посмотрели, проверили страховочку Страховка в полном объеме Все там, что нужно, эти подминки Это листы 7 страниц именно условий по страхованию Копию страховочки нашей Отдали мы все им Ну и зашибись Пошли дальше там погуляли, покушали Пришли в 14.30 Слава богу, все работало Забрали визу, ура И вечером уехали домой Уже во вторник приехали Только подключили домой Приехали, подключили геолокацию Интернет, и нам приходят сообщения Сразу же на эту дию, что вы сняты С самоизоляцией, все зашибись Все классно, то есть вопросов никаких нет Сейчас головнячим в Украине С документами, школа, медицинские Всякие справки, переводим документы То есть вот такая вот, ребят, история Вот такой вот экшен у нас сейчас происходит Поэтому я сразу поделился во вкладке сообщества Что мы сейчас находимся в отпуске Чтобы, думаю, никто ничего там сильно нас там не трогал Ну, опять же, решил все-таки записать это видео Уже с Украины, это первое такое вот видео Которое у нас будет в нашем архиве Можете смотреть, ссылаться на наш опыт И так дальше Поэтому, ребят, кто еще, опять же, не подписался Подписываемся, ставим лайки Желаем добра, здоровья Пожелания ваши, плюсики там и так дальше Потому что нужно для продвижения канала Сами же помните, да, что нас еще нужно собрать До конца года 7 тысяч подписчиков Чтобы поставить, достигнуть нашей цели Потому что главная цель уже на 2020 год у нас закрыта Сейчас мониторим билеты на Чехию То есть обратно нужно поехать в Чехию И понять, как мы это будем делать Пропустят нас с этими визами или нет Уже как приедем, уже расскажу потом более подробно Как мы это делали И что у нас ждало Так что вам всем спасибо за просмотры Всем удачи и до новых встреч в новых выпусках Всем пока